То есть Древняя Греция, она не была государством вообще. У них не было единого правителя, у них не было единой территории, у них не было единого языка, и вообще ничего из того, что нам кажется, что ну это же, ну вот, оно же, ну базис, да, ну как же без него? У них вообще этого ничего не было. Что же у них было? У них было несколько вещей, которые, ну, создали этот мир, фактически. И на вот этой вот культуре сейчас строится, ну, вся европейская культура, которая есть, вот все философии, все учебники, как говорит Мамардашвили, мой любимый, он говорит, это лишь комментарии к Платону. То есть вот все уже давным-давно написано, просто кто это читает? Давайте скажем честно, ну, кто? Ну, никто, ну, по-честному. Нам все давно-давно рассказали, просто нам 300 лет не надо, и мы каждый там заняты своими делами. Что же такое ваза? Это то, что противно зияет во всех учебниках истории. На него смотришь и сразу, ну, думаешь, ты, господи, да, ну, боже, ну, сколько ж можно уже там, пионы какие-то. Оказывается, в Греции была такая штука, которую каждый уважающий себя мужчина должен был обязательно устраивать. Причем устраивать не просто так, а 7-8 раз в год. Эта штука называлась пир. Пир. На перу, греческий дом назывался триклиниум. Почему? Потому что вот так вот буквой П выстраивались столы. На перу идеальное количество людей, как говорили философы, 3, 5, 7. Это люди, которые собирались для диалога. На перу приходит мужчина, его рабы омывают ноги, умасивают его, ничего страшного, все хорошо, умасивают его оливковым маслом, ну, сверху донизу, надевают на него пеплос, вот этот вот плащ, об одежде потом отдельно скажу. И он красиво в лавровом венке возлежит и общается. Мужчина обязан общаться. Общение. Вот как мы с вами там собрались, да, ну, то, то, там, обсудили. Запрещено обсуждать семью. Запрещено, мы повели сына на бокс, категорически. Запрещено обсуждать жену. Ну, комплимент жене, это вообще, ну, считается, ну, вообще, ну, кто-то такой, чтобы делать комплимент моей жене, чтобы как-то ее оценивать, да, хорошо ли, плохо ли, ну, ты не имеешь права этого делать, это, там, моя семья, и все. Вот. То есть о жене нельзя, о политике нельзя. Вы можете о чем говорить? О мироустройстве. Вы можете обсуждать математику. Вы можете обсуждать историю. Вы можете играть на музыкальных инструментах. Ну, если ты не выучил, там, гумера пару поэн, ну, ты не знаешь, что ты делаешь, там, ты три с плюсом тебе и иди. Ну, то есть вот так вот. На пиру обязательно выставлялись амфоры. И вот эта амфора была основой пира. Она ставилась посредине стола. К амфорам обязательно были такие гидри с родниковой водой. В таких кувшинах было вино. Греческое вино – это отвратительная кислятина, которую вообще, ну, до сих пор описывают историки. Это самое отвратительное вообще, что было за всю историю древней Греции. То есть вино они делать не умели, оно было жутко кислое. Поэтому его разбавляли родниковой водой. Сейчас так в Австрии пьют. Если вот кто-то был, да, немцы тоже пьют. Они берут вино, разбавляют пополам водой и чудесно пьют. Ну, вот как дошло, да. Они оставляли эту амфору. И разговор начинался с амфоры, с гидри, с вот этого сосуда ликифа для оливкового масла, которым натирались. Они обсуждали, когда была олимпиада, которая изображена на этой власти. В каком году так бежали, когда была популярна такая структура бега? Вот именно вот такая вот, с задиранием ног. То есть ты должен был четко быть подкован вообще. Ты должен был участвовать в олимпиадах. Иначе ты просто не можешь на Перу вообще. Тебе нечем разговаривать. Никто с тобой не будет разговаривать просто вообще. Ну, как это можно? Когда были такие прически? А надо сказать сразу, что у греков в зависимости от полиса, в котором они жили, и в зависимости от острова, очень отличались прически. Если женщины чаще всего носили красиво распущенные волосы, это было признаком такого хорошего, ухоженного, да, женского, то у мужчин были косы, которые были невероятно заплетены. Вот эта вот вся передняя часть была завита. О том, как они делали завивки, до сих пор ходят легенды, никто не знает. То есть у них были там, нашли рисунки, которые такой, как шлем одевают на голову, из него вот так вот вытаскивают эти волосы, потом чем-то они его намазывают, и у них шикарные завивки. Все греки, которые были, ну, арийцы, да, вот греки, которые настоящие, у них должен быть высокий рост, они должны быть стройные. Мерили, была такая мера фаланга пальца. И если у вас вот три раза укладывается фаланга пальца, вот от этого, все, ты молодец, ну, ты попадаешь. Если не укладывается, ты барбар, ну, чего там еще делать. Причем фаланга берется взрослого мужчины правая рука, не левая, потому что, ну, правая она более рабочая, и тут фаланга такая побольше. Хорошо. Обязательно светлые глаза, и обязательно, укладывается у тебя? Хорошо. Обязательно светлые волосы. И у тебя укладывается? Класс. И светлые волосы, да. Это, ну, это обязательно была такая вот греческая. Как же им удавалось это все вообще делать, и почему так вообще произошло? Первая часть пира была посвящена Аполлону, и она была именно в разговорах о главном. Как вы думаете, если 600 лет обсуждать мироздание, обсуждать математику, обсуждать историю, мифологию? Я вам расскажу немножко о богах. Я, конечно, там себе сделала такую маленькую шпарналочку, потому что там просто столько имен, что если я ошибусь, а вы потом почитайте, мне будет неудобно. Вот. Наверное, при таком создании общества уж как-нибудь найдется несколько философов, правда? Там пара десятков, которые будут рассуждать большими категориями мыслей. Что же можно было еще вот здесь обсуждать? Что мужчины сейчас обсуждают, не стесняясь? Первое – спорт, второе – футбол. Молодец! Это спорт, да. Это спорт. А второе – еще такое, что вот можно поговорить всегда. Политика? Политику нельзя. Политику нельзя. Женщин? Нельзя. Нет, нет, ты что? Если ты придумаешь… Автомобили, конечно, они обсуждали квадриги и устройства вот этих вот всех… Машин, да, самоходных. То есть то, что там ездила на конях, там вот… То есть вот это можно. Они могли развивать там элементарную какую-то механику. Вот это вот все. Что же… Давайте я сейчас попробую переключить. Сейчас я вот просто не знаю даже, что тут будет. Очень хорошо. Здесь вот как раз вот те вазы, которые использовались. И это были, ну как, вазы в каноне. Вот только такой формы. Нарисовано на них могло быть что угодно. Но нарисовано очень часто, как мультфильм. То есть как бы вы ни поворачивали вазу, у вас вот это вот ощущение, что идет какой-то фильм, как будто застывший вот этот вот кадр из фильма. На вазе обязательно было два узора. Первый из них назывался «Меандр». А вот на этих вазах, это вот знаете, кто-то прям неправильно сделал. Сейчас вот я вернусь, наверное, все-таки к этой вазочке моей. «Меандр» – это вот почти вот такие штуки. Волна находит за волной. Знаете, вот эти вот меандры, вот такой вот квадратный, они свастические. Раз в одну сторону, и вот в другую сторону вот так вот разворачивается. Этот меандр означал непрерывное течение времени. И то, что было на фазе, это был как бы вот застывший кадр. Фотография этого времени. Время течет, но мы сейчас находимся вот именно в этот момент. И второе, что было обязательно, на этой вазе, слава Богу, это есть, это виноградная лоза. Потому что виноградная лоза, виноградную лозу принес грекам Дианис. Он случайно однажды увидел, как змея надкусывает виноград, выпивает сок, и он подошел, надкусил. А оказывается, да можно есть вообще чудо такое. А оказывается, вообще это же... А у греков с едой вообще была большая проблема. У них были виноград, изюм, компот из изюма, виноградное, как бы вино. Это вот то, что есть. Были овцы-коровы, то есть молоко, ну вот сыры, вот эти вот продукты. Никто ничего не готовил. Если у египтян там заяц, утки, утка в кабане, у этих вообще, они кого-то поймали, голову отрубили, отдали богам жертву, все остальное зажарили, навертили, и это вот прекрасная еда. Сухофрукты, это финики, ну это вот то, что вы видели там. Финики, какая-нибудь там курга, изюм, все. Потом Афина, которая была, ну ее считали вообще греки своей матерью, она им подарила, это вообще была такая, знаете, потрясающая история, когда Зевс распределял, какому богу где жить. Историю Зевса расскажу. Он сказал, ну давайте вот выбирайте что-то, там старшего брата Аида, он назначил в Тартар подземное царство, да, а Нептун, ну или не Нептун, а Посейдон, как он в Греции, да, Посейдон и Афина, им очень понравилась вот эта вот часть, которая афинская. И он сказал, давайте мы сделаем так, кто из вас придумает что-то, что было бы для людей полезнее и важнее, тот и будет молодец тут править. И вот Посейдон приходит и устраивает вокруг море, реку, делает там вообще такие бассейны, заплывы, все. Эти колонны погружаются в воду, он говорит, вот вы будете здесь ловить рыбу, вы будете купаться, отдыхать, загорать, будете чувствовать себя вообще прекрасно, все греки любят плавать. Вот, а Афина ходила, ходила, смотрела, смотрела на это все и говорит, я вам посажу дерево. И она посадила это дерево, это дерево было олива, и когда она выросла, она сказала, этими ягодами вы сможете делать из них масло и умощивать раны. Если вы помните Римская империя, которая была чуть-чуть позже, ну и они тоже, может быть, там в следующий раз когда-то поговорим, гладиаторы на боях, главным призом был кувшин оливкового масла свежего, отжатого, потому что считалось, что, во-первых, оно лечит все желудочно-кишечные болезни, и, во-вторых, оно залечивает абсолютно все раны, поэтому, ну, натереться оливковым маслом, ну, что может быть лучше, ты заново молодой, прекрасный и красивый. Вот, и ты можешь кушать эти маслины тоже бесконечно долго, их не очень сложно мариновать, ты их оставил, они там уже там высохли, замариновались, ну, то есть, это вообще. И народ проголосовал за Афину, и поэтому она осталась в городе, который потом назвали ее именем, и она была такой вот матери греческого народа. Надо тоже сказать, что Афина, как богиня, она сразу заявила, что не может быть закона и порядка в стране, где нет благополучия и благосостояния. Поэтому для того, чтобы прежде, чем устанавливать закон и порядок, надо дать людям возможность жить достойно, чтобы они имели возможность соблюдать этот закон. Вот, представляете, древняя Гриция, да? Вот, и она дала им качество, она научила их ткать, она научила и показала им деревообработку, то есть, научила строить первые вот эти вот корабли, которые уже ходили из дерева по воде там. Вот, она помогла выделывать шкуры и делать из них какую-то, ну, такую там одежду и так далее. Ну, вот что-то какое-то домашнее упадь. То есть, в этом плане молодец. Мы давайте чуть-чуть, чуть-чуть вот дальше проведем. Смотрите, это как раз пир. Здесь мужчины, они, видите, прекрасно себе возрежат. Это первая часть пира, на которую приглашаются девушки, которые играют на музыкальных инструментах. Откуда вообще, вернее, не откуда вообще, а это, знаете, как, наверное, скажем, почему получилось так, что это стало возможно. Вот, представляете, да? Егейская лужа, и вокруг, как на коммунальной кухне, все бесконечно друг с другом ругаются, воюют, там, этого завоевали, этого убили, тут народ перешел, этих продали в рабство, сегодня тут женщин забрали, а этих мы, женщин, вообще еще раз перепродадим, и будем вообще с ними жить счастливо, а вот тут мы сейчас помоемся, этих заберем, просто мужей всех перебьем. Ну, в общем, вот такое вот, вот без конца игра творится. Но раз в четыре года в Греции Олимпиада, Олимпиада. И на эту Олимпиаду, вот, представляете, вот так, сражение, кровища, тут вот эти все там ужас. Такие утром, все, у нас Олимпиада, давайте, ребята, пока. Все по своим домам красиво нарядились, прически свои заплели, и мы участвуем в Олимпийских играхах. Одно дело, тебя там сегодня закололи где-то в бою, ну, ты как придурок, лежишь там на этом поле, ну, то есть там предали тебя там, и все там зимнее, и все. Другое дело, ты победитель Олимпиады. Это билет в вечность, это твой шанс остаться навсегда. Если ты победитель Олимпиады, о тебе говорят, ну, тебя все знают, о тебе все говорят, ты герой для своего города, ты герой, ты слава для своих родителей, ты для своих потомков, ну, вечный герой. Представьте, вот эти все воины, вот из вот этой всей, да, они все вот собираются на Олимпии, там Олимпийская деревня, она работает круглогодично, и она поддерживается там вот эти вот все мероприятия, то есть это все очень серьезно. И вот они собираются. Кто имеет право участвовать в Олимпийских играх? Мужчины. Все. Мужчины. Мужчины. Какие? Молодые. Которые в фаланга три раза понижаются. Мужчины молодые, в которых в фаланга три раза. Если вы сейчас уставите, вы мне вот так кто-то поморгайте, и мне Рослав поиграть, хорошо? Смотрите, в Олимпийских играх имели право участвовать такие ребята, которых назвали ЭФЭБЫ. Слышали такое слово? Нет. Вот запоминайте. ЭФЭБЫ. Придете домой, будете улыбаться. Значит, кто такие ЭФЭБЫ? Вот есть куча городов. И есть города, в которых есть как бы, ну, таки, академия университета, школа ЭФЭБОВ. И вот тогда этот город называется Полис. То есть у него есть школа ЭФЭБОВ и АГОРА. АГОРА – это общее собрание, на котором, ну, там, собираются правители, решают какие-то важные задачи. Так вот, школы ЭФЭБОВ во всех абсолютно Полисах были абсолютно одинаковые, с одинаковой программой. Все более-менее знатные семьи считали, ну, как бы, своим долгом и честью отдать своих сыновей учиться. Изучали обязательно четыре дисциплины. Какие? Надеемся. Молодец. История. Философия. Музыка. Музыка. Астрономия. Философия какую-то. Философия какая-то. Ну, типа того, риторика. История. 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 И спорт. Физкультура – это даже не обсуждается. Это, ну, с этого начиналось все. То есть спорт, он был, вот, ну, в каждом мгновении, в каждом... Вообще, вот, ну, начиналось все со спортом, было все на спорте и заканчивалось все спортом, ну, бесконечно. То есть они обязательно должны были знать математику, причем математику, ну, такую, знаете, прям математику, вот, считать по-честному. Философия. То есть они... Для того, чтобы потом участвовать на перу, им надо было о чем-то, ну, говорить. Поэтому философия – это была риторика. Одно из важнейших. Ты должен научиться убеждать. Для того, чтобы тебе идти дальше в правители, ты должен уметь разговаривать, ты должен отстаивать свою точку зрения. Ну, это же вообще очевидно. И сюда же входило стихосложение обязательно, потому что если ты умеешь собрать все еще вот так вот емко там стих и выложить, ну, все, опять с плюсом, ты молодец. Вот. А если ты не можешь, тогда ты хотя бы выучил там какого-то приличного гомера и уже там дальше, ну, как-то, да, процитировал в теме, да? Как сейчас рассказать анекдот, да? Ну, то есть вот ты можешь в тему вбросить вот это. Обязательно музыка, просто игра на музыкальных инструментах считалась таким настолько необходимым, ну, что без этого вообще ни одна семья просто не жила. Ну, тебе просто нечем заняться с женой, если ты не умеешь там играть там музыкальные инструменты. Ну, о чем вы будете? Это просто нечем, да? Ты читаешь ей стихи, ты играешь, ну, телевизора нет, да? Ты с ней про квадриги не поговоришь. Ну, ты же нормальный, ты должен как-то там, да, перед всем. Замблем играть. Да, 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 сыграть и так. Поэтому, когда собирались эти люди, вы представьте себе, да? Эж Эфеб, когда оканчивал школу Эфеба, он получал пиршественный набор. То есть он готов проводить пиры, он готов встречать, ну, с достойными встречаться. Пиров боялись как огня, потому что, ну, тебе надо козу продать, если на пир идти. Ну, они же тоже нормальные любви. Там, кто завтра на войну, а сегодня пир. Все равно, садись учитывая, кто когда-то там победил на Олимпиаде. То есть, ну, ты должен быть во всеоружии. Обязательно. Поэтому музыканты тоже это было необходимо. Очень красиво описывает, ну, тот же Гомер в своих книгах, но уже не буду читать. Давайте так. В полисе обычно, там, где восходит солнце, на востоке, стояло само, ну, как это сказать, помещение, да, сама вот эта вот академия, в которой учились Эфебы. А казармы находились на западной части города. И вот утром на рассвете с первыми лучами солнца, вот именно когда только-только вот первые лучи вот эти вот поднимаются и начинают освещать все, выходили Эфебы и шли к себе в казармы. Это были юноши. Они были красиво уложены, они были обнажены, их тела были натерты оливковым маслом. И выходили они не просто так, они выходили на белых лошадях. У каждого Эфеба должна была быть белая лошадь. У этой белой лошади были покрашены золотом копыта и грива. И вот представьте себе, вот это вот патриотизм, восход солнца, все мамаши, папаши, да, открывают окна, и по вот этой вот мостовой идут эти Эфебы на этих конях. Мамаша в жизни не узнает, какой из них твой. Но это же, это, это вот он, наш цвет, нет, это вот наша молодежь, вот наша надежда, вот наше будущее. И они красиво идут в свои эти казармы, на свои белые лошадя, да, и занимаются очень красиво. Очень. Очень. Почему называется Эфеб? Эфеб, потому что был такой бог, его звали Аполлон. Кто слышал? Молодцы. К нам пришло в культуру Аполлон. Ну, шучу, конечно, но нет. Аполлон, переводим, ну, на ближайший к нам язык, это будет наш свет. Свет, свет. Аполлон, бог света. Аполлон, у каждого бога, во всем Греции, было много министерств. Вообще боги были такие, они настолько были близко к людям, что с богами советовались, можно было призвать ему на помощь, там пойти сказать, ну, пожалуйста, 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 я ему не могу, ну, давай, на небо, ну, вперед. Вот. Эфеб занимался молодежью. Одно из его министерств было, Эфеб, простите, Аполлон, он занимался молодежью. Одно из его министерств было именно занятие воспитания молодых, красивых парней. Вот. Дальше он занимался музыкой, но об этом чуть-чуть позже. И поэтому Эфеб, это наш свет, наша надежда. Ну, круто. Ну, согласитесь. Вот классно, когда, и не просто поощряется за, ну, то, что ты там молодец, а ты действительно вообще красавчик во всех отношениях. И вот в Олимпиадах, чего я вообще пошла далеко, в Олимпиадах имеют право участвовать Эфебы, тот, кто уже окончил школу, и победитель прошлых Олимпиадах. Все. То есть, если ты варвар, или если ты пришел из какой-то страны, ты можешь быть там молодец, премолодец, ну, пожалуйста, вот садись там в зрительный зал, будешь тут кричать, весело махать рукой. Здесь соревнуются лучшие. Здесь соревнуются вот самые-самые. Какие были соревнования? Ну, понятно. Бег в мешках. Шучу, шучу. Ну, какие были соревнования? Давайте. Ну, на короткой дистанции, на двери. На двери, на двери. На верхней манитации. На руках. Бег, борьба. Бег, борьба. Бег, борьба. Еще. Пышки, зазамя. Гонки, стрелы, кони. А? Гонки, стрелы, кони. Гонки, стрелы. Подъем, да. Гонки на автомобилях были вообще очень важными таким моментом. Вот те, кто там вообще победил, те крутые, но те, кто победили на автомобилях, это вообще, потому что это был вообще спорт смертников. Была такая квадрига, если сравнить с нашим мотоциклом с коляской. Короче, один стоит красиво, а второй держит равновесие. И вот они вот так вот, этот скачет, этот держится и говорит, где поворот. Ну, потому что пыль, все, что под этим летят, невозможно, а тот как-то просчитывает вот это вот. И они, значит, если у них удается вот это вот прийти, все, ну, это вообще, это, ну, короче, вообще. Раллика наша. Да, молодец. Вот, мы с вами чуть-чуть попозже там рассмотрим дельфийского возничего, покажу вам. Вот еще картиночка Спира. И здесь мы видим женщину. Женщины в Греции, они... Есть такая очень интересная, у меня, к сожалению, я не нашла хоть более-менее достойной такой фотографии. Есть такой трептих в Британском музее. Если вы пойдете в Лондон, уйдите в Британский музей. Вот вообще, вот больше, чем они награбили, вообще никто не награбил. Честно, там просто там собрана такая Греция нигде. Но они же там повырезали, все повозили. И сейчас ЮНЕСКО там пытается что-то... Ну, господи. А у тебя все. И там есть такая шикарная трептих. Значит, богиня любви и красоты. Как зовут? Венера и Афродита. А, Венера и Афродита. Ее принимают, значит, из волн морских. А с этой стороны сидит женщина такая в пеплосе, она как будто курит. А с этой стороны сидит такая голенькая, она как будто играет на свиреле. И это очень известная такая фреска. Ну, нет нормальной фотографии. Вот. Почему? Потому что в Греции очень... Во-первых, славилась красота. Красота женщины считалась таким даром, за который можно отдать жизнь. И красота была той силой, которая давала человеку надежду на жизнь. Красота музыки, красота женщины, красота природы, красота слова. То есть это то, что греков делало человеком. И вот эти вот все пиры, они были призваны как бы избавиться от своего вот этого хтонического начала. Победить в себе кентавра. То есть подняться над всем вот этим вот постерушками, да, там, дети в школу, сопли сегодня. Подняться и пойти на вот этот вот уровень, где уже музыка, где уже поэзия, где уже философия, где уже история по-честному. Когда ты ее можешь обсуждать. Когда ты творишь историю, ты можешь ее обсуждать. Ну, это есть о чем поговорить. Когда это спорт, который делает из тебя реально героя, который дает тебе... Вот на тебе билет, пожалуйста, Аня, в вечность, вот все, тебя теперь будут потомки вообще помнить. Ну, это же, ну, вообще. Вот. И наравне с мужчинами, женщины, тоже они были, как бы у них были свои роли. Справа, вот эта, которая в пяблосе и которая как будто курит, это Матрона, греческая домашняя женщина, жена. Жена, хозяйка семьи. Она, что она делает? Она, во-первых, следит за домом, за детьми, за прислугой. Но очень интересно было то, что половина легенд о богах, знаете, там, сын царя, там, какого-то, там, ловил рыбу с ребятами, там, принцесса навсекая стирала белье в проруби, он нам с подружками, и тут вдруг, там, приплыл кто-то. Ну, то есть, они абсолютно не чурались какой-то нормальной вообще жизни, нормальной работы. Вот, и поэтому, вот эта вот ипостась Матрона, и вот эта вот курильница, женщина, одна из ее основных задач было создать атмосферу в доме. И называется это «воскурять у домашнего очага». То есть, она брала угольки, туда специальную травушку какую-то там, ну, какие-то вот листики специальные, чтобы в доме был вот этот аромат, что ты, когда заходишь, знаете, а пахнет, бывает, сейчас заходишь куда-то, пахнет классно, и такой сразу. Хорошо. Да. И вот женщине очень-очень важно было соблюдать вот это. Хорошо. Да. И, ой, хотите расскажу про женитьбу и разводы сразу? Да. Хотите? Интересная какая история. Когда женщин еще называли быков приносящие. Почему? Особенно, ну, это вот такие были обычаи очень-очень долго на протяжении вот этого вот всего времени, 600 лет, за женщину давали выкуп. И выкуп обычно был быки либо козы, ну, потому что кого там держать. И, ну, самые большие выкупы, это вот была там такая гетера Таис, вот за нее давали тысячу быков. То есть, ну, это вообще, вообще, вот тысяча быков. Это, наверное, во всей Гриции таких было. А кто кому давал? Муж будущий приносил в семью жены. А потом, когда женщина стала... А вот давайте сейчас расскажу. Вот смотрите. Он дает ей быков, берет ее к себе в это, в жены, в дом. Приходит. Свадьбы особой не было. Приходили, посидели, там, музыки поняли, и все. И разошлись. У нее своя половина дома, у нее своя. У него своя. Когда он берет ее в жены, он приносит с собой плащ. Называется этот плащ хламида. Вот как звучит, так и вытянет. Эту хламиду, он, не только хламиду, хламиду и посох, он вешает наркозик сразу у входа. И вот тут самое интересное. Разводить сколько хочешь. Потому что жену твою никто не имеет права обсуждать. Семейную жизнь никто не имеет. То есть ты уходишь из дома, все так отворачиваются, чтобы тебя не обсуждать потом. Это твое личное вообще. Но когда ты уходишь, ты оставляешь ей дом вместе со всем, что вы там совместно нажили. Снимаешь свои сандалии. Одеваешь хламиду на полое тело. Берешь посох. И вот тут, внимание, Матрона из домашнего чага зачерпывает пепло и посыпает ему голову. Поняли, откуда посыпать голову пеплом? Она ему посыпает голову пеплом. Он с этим пеплом. Он оливковым маслом, значит, намасался. Она ему с верхним пеплом. Но сила, иди, дорогой. Да, иди, пожалуйста, сколько хочешь. Иди, ну, на здоровье. И вот он с этим пеплом посыпанным идет себе в дальние дали. Но до конца своих дней он должен обеспечивать жене и ее детям нормальное существование. Если он вдруг, неходяй, решит пойти на какую-нибудь войну и погибнуть, то его младший брат продолжает ухаживать за женой и за ее детьми. Если младший брат тоже там, ну, что-то у него там не так, значит, семья вот этого мужа, она берет на содержание. Ну, представьте, какие молодцы. Ну, там же, когда... Ну, живи, хочешь, живи, как хочешь вообще. Но еще... О, сейчас, сейчас перейдем. А-а-а... Сейчас. Он же с ней быков туда. Он быков там, он вообще все молодец. Но, тем не менее. Ладно, вот что-то хотела сказать, забыла. И была вот эта вот другая ипостась, гетеры. А гетеры, это были вообще женщины такие. Это были женщины, которые могли дать форум мужчинам. То есть они общались вообще не то, что на равных, они были школой гетер. Школой гетер их было... Ну, это вообще штучный товар. Гетера это было настолько уникальное создание. В школу гетер, когда приводили девочку... Знаете, как сейчас балет приходит и говорит... Ой, нет, у нее попа будет 14 лет. Нет, 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 не берем. Вот точно так же брали гетеру. Вот когда приходила девочка там лет в 13, в 14, на нее смотрела настоятельница и говорит... Вот из тебя выйдет гетера, берем. А как она ее измеряла? Она ее никак не измеряла. Она ее чувствовала. Насколько вот у нее есть сила вот эта внутренняя... Знаете, внутренняя философия, да, внутренний...